всем привет такое приключилось со мной не знаю как сказать я сняла видео и его удалила все смонтировала на это уходит очень много времени и удалила совершенно случайно поэтому теперь я снова расскажу о том о чем говорила в прошлом видео но то было видео конечно по горячим следам я только пришла из салона грейс и рассказывала о том как мне красили волосы чем какой краской сейчас я буду воспроизводить просто события тех дней что очень обидно потому что когда ты снимаешь сразу это другие эмоции ну да ладно в принципе теперь я уже могу сказать даже о результате может быть даже так и лучше в общем я была в салоне грейс как я уже сказала и красила волосы краской кимон эта краска получившая статус веганской краски насколько я знаю очень сложно получить такой статус и их не так много во всем мире в общем эта краска щадящая подходит как раз таки для моих вот таких тонких волос и не очень хорошего качества скажем так свет мы подобрали почти такой же как у меня был только немного более теплый и уходящий в коричневый цвет потому что мой цвет ближе все-таки в черном хотя я никогда не крашусь черный цвет но так в общем он выглядит и эта краска какими сказали уже не помню йогуртовая по моему краска то есть это и спа уход для волос помимо того что просто окрашивание щадящее окрашивание совершенно точно могу сказать потому что никакого жжения никаких неприятных ощущений у меня совершенно не было во время покраски на корнях был один цвет потом дальше по всей длине хотя не хотела но мне уговорили по всей длине у меня другой еще какой-то более щадящий тенок просто на несколько минут нанесли чтобы сравнять цвет волос и дальше уже когда смывали краску нанесли кондиционер кстати такие кондиционеры мне порекомендовали я рекомендую свою очередь вам кондиционеры с цветом то есть вы как будто продлеваете жизнь вашей краски после окрашивания в салоне это автология какая-то получилось но тем не менее понятно вот у кем он тоже есть такой кондиционер раньше он продавался сейчас его в продаже нет в салоне покажу фотографию видео что получилось собственно мне очень понравилось чулку мы тоже немножко подрезали и все больше ничего не делала и знаете что мне понравилось то что сейчас я могу это уже сказать что на самом деле краска нисколько не слезал с того дня как я покрасила это прошло уже порядка полторы недели где-то ну немного больше чем недели то есть обычно после другой краски я как-то вижу что уже волосы немножко не так хорошо выглядят и седина седина у меня 16 лет я крашу волосы 16 лет вот сейчас ее вообще нет нигде не видно и даже здесь обычно бывает нет тоже не видно в общем шикарная краска я конечно же пойду туда еще раз чтобы просто теперь красить корни и в общем полностью у меня будет цвет именно на этом красителе кем он хочу сказать вам еще вот что посмотрите на этот прибор я увидела его спросила что это такое это для брашингов очиститель брашингов обычно даже в самом дорогом салоне такое встречается что у вас мастер хочет расчесать тоже расческой который расчесывал клиента до вас это очень неприятно но это на самом деле очень часто и приходится делать замечания замечания делать в салоне я не очень люблю потому что мне как-то настроение пропадает в общем общий настрой уже не тот а вот когда тебе даже не приходится ничего говорить ты прекрасно понимаешь что расческа брашинг только твои они чистые это очень приятно в общем здесь два этапа проходит очищение сначала там что-то крутится снимаются волосы с брашинга а потом обдаются паром то есть дезинфекция вообще в этом салоне я встретила исключительную чистоту потому что обычно мне это очень всегда смущало знаете когда ты приходишь в салон и видишь что мастер конечно же надевает косметолог неважно кто надевает перчатки например обрабатывает руки но вот пузыречки же он трогал до вас теми же перчатками которые обслужил когда обслуживал другого человека вот это всегда меня так волновало тут все очищается все брызгается это очень очень важно вот это я встретила только в этом салоне то есть без замечаний все просто идеально чисто и расскажу теперь еще об уходе который я себе приобрела это маска sabon я показываю ее такая густая кто знает аромат деликатный жасмин это очень приятный аромат потом мне еще есть и масло для волос вот этой марки но это самая увлажняющая наверное маска которую я знаю но в общем эта маска меня также спасать я не использую каждый день конечно только раз в неделю потому что есть и кондиционеры и другие маски каждый день теперь давайте вам скажу еще что я думаю о геля для душа потому что я в прошлый раз его просто показала сказал какой он красивый но не говорила свое мнение о нем вот я столько его уже использовала очень мне понравился этот гель даже наверное своим внешним видом и ароматом но аромат немного сладковат для меня все-таки я покушаюсь на габриэль куплю его себе обязательно или нуар нуар мыло или гель для душа обязательно куплю потому что это будет хорошая поддержка моему аромату так как он у меня есть я говорила все в этом геле очень хорошо очень приятно им пользоваться но единственное что достаточно сложно смыть но это проблема почти всех гелей кроме наверное гелей от марки сабон если вы купите масло или гель этой марки вы поменяете мнение о гелях вообще потому что вот это трудно трудное смывание полностью в марке отсутствует приятные ароматы шикарные отдушки и смывается хорошо там вообще одни самых лучших средств по уходу за телом у сабон я это говорю всегда не устаю повторять уже почти три года еще хотела показать вам как раз вот гель для душа знаете почему я его использовала сейчас потому что у меня очень какие-то знаете прям сухие участки отдельные сухие участки на коже вот это очень неприятно и я подумала что-нибудь должно быть в сабон такое у меня закончилось молочком которое шикарно увлажняет но к сожалению его нет а вот этот гель он на подходе для малышей тут герметологические тестирования всевозможные прошел этот гель он подходит для малышей и мам для малышей с рождения поэтому я подумала это наверное то что нужны самые на самом деле приятные ощущения испытала во время купания приятный аромат очень легкий ненавязчивый не парфюмированный и плюс то что легко смывается и никакой стянутости и после я еще решила взять себе вот этот лосьон мама и малыш который также подходит для малышей с 0 не знаю зачем малышам правда лосьон возможно у них тоже кожа сохнет как и у меня в общем сейчас я чувствую себя комфортно потому что вот эти два-три дня мне было прям очень плохо потому что чесалось все тело или как чесоточная какая-то сидишь и чешешься очень неприятно сейчас этого нет очень хорошо мне сейчас дальше покажу вам вот этот гель от tom ford тоже столько использовала я вам тоже его показывала в прошлый раз про него могу сказать что пахнет он как корейское умывание если у кого-то было даже самое недорогое они почему-то пахнут все немножко порошком для стирки белья и вот здесь тоже есть такая же одушка в отличие от масла которое пахнет очень приятно почему-то вот именно гель пахнет порошком и он очень тугой очень тугой во первых его сложно выдавить и потом когда он на руке его сложно растереть взбить в пенку я даже пробовала венчиком от марки софина у меня есть венчик остался от пенки и ну мне кажется уже эффектный такой но очищает все прекрасно все хорошо стянутость есть небольшая после того как используешь лосьон она тоже проходит но вот единственная проблема это вот растирание потому что он знаете таким плотным куском ложится на руку и можно его даже просто скинуть когда начинаешь его растирать такой он туго поддающийся вспенивание все остальное мне понравилось в нем ну и сейчас я покажу вам другой салон в котором я была я делала там вот маникюр но это уже другой салон limited edition я не первый раз о нем рассказываю я пришла на педикюр и маникюр а на педикюре смотрели познера что может быть лучше салон удовольствие и любимый познер очень удобные кресла здесь их только два это отдельная комната массаж ног это лучшее что может быть и вообще я люблю любой вид массажа а ног наверное особенно всегда покрываю ногти лаком смит энд калт очень мне нравятся оттенки в этот раз были новые привезли и можно выбрать любую процедуру как для педикюра так и для маникюра есть банановый рай есть эксклюзивно представленные процедуры только например limited edition это авторская программа маникюр я выбираю не обрезной это пилочки всегда от кристины фиджеральд посмотрите каким чаем меня угощали это клюквенный чай кстати уже второй а вот и сама программа в этот раз была у меня или мисс потому что раньше ее не было понравился очень мне гель для тела мы использовали для рук думаю даже его купить а вот собственно что и получилось вот этот лак новинка который блестящий а это французский маникюр теперь вернемся снова такое видео получается видите как то немножко сумбурное тут отрезочек тут отрезочек но что делать удалила видео давайте я вам расскажу о недавних еще новинках о приобретении начну я пожалуй с тонального крема от герлен я думаю многие его видели и многие наверное наверняка хотят его приобрести вот так он выглядит он очень красивый конечно я когда его увидела мне почему-то показал что это какая-то будет эксклюзивная коллекция в трудном доступе невозможно будет купить на самом деле нет легко пошла купила правда у нас в магазине еще не было тестеров я купила так на вид какой мне понравился сейчас он на мне но не могу сказать что для метка это проблема когда нет тестера конечно с ними лучше но и так не важно потому что я могу любой приспособить тон не важно главное чтобы он был бежевым потому что розовинку не очень люблю в тональных хотя иногда и бывает и розовинка нравится в общем я купила номер 01 вон это теплый оттенок я стараюсь почти всегда покупаю теплые оттенки потому что они молодят теплые и на тон темнее вашей кожи всегда молодят светлые тона все-таки нужно оставить наверное до для 20-летних 15-летних потому что они подчеркивают все не всегда конечно это правило действует но в основном это так крышечка снимается здесь дозатор спаева здесь 20 написано натуральное сияние натурального глу на самом деле есть сияние не могу сказать но натуральность вот такое ощущение что нет тонального крема это я провела такой вопрос и даже мужчина мне сказал он на тебе есть тональный крем разве я говорю так натуральный значит плюс ставим есть на самом деле натуральность но у меня есть здесь румяна румяна tom ford знаете какие кремовые здесь немного хайлайтера поэтому блеск все-таки у меня есть на лице но сам тональный ну вот он здесь на лбу он не блестит он действительно очень натуральный прекрасно держится это я не могу сказать и не скажу что он станет моим любимчиком нет он какой-то обычный для меня обычный тональный крем у меня спрашивали похож ли он на биби герлен абсолютно не похож ни по плотности ни по нанесению ни по финишу вообще никак потому что биби дает очень влажный эффект его по моему уже сняли с производства а этот похож знаете на предыдущую версию как называлась ланджери по моему вот примерно такой тот тоже достаточно обычный тональный и это такой же но здесь хорошая кроющая способность тонкая но хорошая перекрывает недостатки если они у вас есть покажу вам свотч посмотрите здесь наверняка будет заметно как он ложится тоже помимо того что я показываю его еще и на лице перейдем теперь вот к этим теням от марка джейкобс давно я за ними гонялась хотела купить и купила люблю эту марку и считаю что у них оформление одно из лучших вот такие тени открываются интересно вот просто верхняя крышка вот так раз очень мягко это настоящий люкс мне это очень нравится здесь даже не пленочка достаточно плотный пластик где написано мар inf地ler такие тени еще у меня есть палетка целая на марка джекобст а там примерно такие же тени у меня тоже есть отдельно мне захотелось купить и их тоже они сейчас у меня тоже на глазах и кстати опять же мужчина даже заметил иомарки красиво на тебе тени когда замечают девушке это однок а дать мужчине все таки совершенно другое это очень приятно легко они наносит легко растушевываются прекрасно смотрится на глазах я надеюсь это заметно и И их можно нанести очень густо, а можно нанести очень-очень тоненько. Я нанесла, наверное, это называется среднее покрытие. Здесь эти буковки вот так чувствуются. Я забыла, как называется это, когда чувствуешь вот так букву. Ну, очень красиво. Лаконичный дизайн и обтекаемые тактильные ощущения невероятно дарят. У меня номер 570. Если кому-то будет интересно, захотите купить. Я оставлю ссылку на продавца, где я купила. Это Луиза, я у нее покупаю всегда. Еще вам покажу, знаете, что. Я попросила своего знакомого в Москве, так как у нас нет ЛДБТ, чтобы он мне купил тушь от Сефары. Это моя любимая тушь, я уже говорила. И я сказала ему, что ее сняли с производства. Он мне решил скупить, видимо, вовсе в Москве. Тушу купил три. Где нашел, там и купил. Две ультра-блэк. Обычно я покупаю себе ультра-блэк. Одна без опознавательных знаков. Но это, я так понимаю, просто блэк. Вот такие три туши. Теперь у меня я запаслась надолго. Потому что, когда есть любимая тушь, лучше, конечно же, купить про запас. Я, кстати, никогда так не делала. Это единственное. Нет, не единственное. Еще я покупала про запас Армании номер 100 помаду. Потому что ее тоже сняли с производства. И я выкупила все, что было. У меня было тоже три помады. И теперь вот три туши от Сефары. Я покажу кисточку. Я уже показывала раз 100 ее. Но мало ли, может быть, кто-то не видел. Вот такая кисточка. Это силиконовая маленькая кисточка. Кажется, что она не способна ни на что. Но на самом деле она очень хорошо поднимает. Подкручивает ресницы. Придает объем. Для меня это одна из самых лучших тушей. Помимо этой туши, на глазах у меня сейчас другая. Она просто более теплая. Почти коричневая. Это Перекон МД. Это тоже моя любимая тушь. То есть, вот эти две туши, я могу сказать, что они, да, мои любимые. Перекон и Сефара. Была еще другая Сефара, но она не такая хорошая. Подождите. Я еще покажу вам, что мне дали пробнички духи. Это так. Это духи Герлен. Называются Мон. Их еще нет в продаже. Но у меня уже есть два пробничка. Я назову это компотно-цветочной композицией. Вы знаете, иногда, когда устаешь от ниши, такие духи приходятся весьма кстати. Попробуйте, послушайте. Не могу сказать, опять же, что они мне очень сильно понравились. Но они очень легкие и на весну будут актуальны. Приятные. Теперь перейду к самому главному, наверное, в этом моем видео. Квинтэссенсы. На самом деле так есть. Это буква. Вот такая красивая маска от Леонора Грейла. Красивая она здесь. Еще более внутри, посмотрите. Красивая, так не скажешь, роскошная. Знаете, как она пахнет? Это не дешевое удовольствие. Стоит маска без учета скидки 14 тысяч. Но она стоит того. Абсолютно точно она стоит того. Наверное, даже можно ее купить еще дороже. Видите, на подставочке такой она находится. Здесь к ней прилагается вот такая лопаточка прозрачная. Написано также Леонор Грейл. Не сразу я ее, кстати, заметила. Откроем. Здесь я уже использовала ее. Очень хорошо, что на самом деле использовала. Я расскажу вам о действии ее. И здесь защитная мембранка. Вот ее вид. Потрясающая маска. Великолепная. Это лучшая маска за всю мою жизнь. Вот так. Скажу почему. Вот на ней написано. Я, конечно, читаю это, но не всегда это правда. Вот здесь это абсолютная правда. Называется маска квинтэссенция, как я уже говорила. Последняя возможность для волос, которым не помогает больше ничего. Это правда. Восстанавливает и питает. Маска улучшает состояние волос. Хочу вам прочитать, потому что нет смысла мне что-то от себя говорить. Видите, я полностью под это подписываюсь. Полностью, на 100% это правда. Улучшает состояние волос при различных повреждениях, вызванных, как всевозможными, внешними факторами. Обесвечивание, эмилирование, вытягивание, химические злитки и даже изменения возрастные. Является интенсивным питательно-увлажняющим средством для очень поврежденных и сильно обезвоженных волос. То есть они знали, что у меня такие волосы, мне нужна эта маска. Поэтому я ее и приобрела. Можно ее наносить до шампуня на 10 минут, потом мыть голову, а можно после шампуня использовать, как обычную маску на 10-20 минут. На 20 минут я еще не наносила, но в принципе можно было бы, наверное, нанесу. Маски не нужно использовать каждый день, но я ее использовала, вот как купила каждый день. Как она пахнет, мне кажется, это аромат жасмина. Ну не знаю, что там есть. Подождите, здесь написано масло Купуасу. Купуасу или Купуасу, не знаю, из Амазонии. Увлажняет маслом Манкетти из Северной Намибии и восстанавливает и питает. Вот, видимо, они так и пахнут. Но мне почему-то кажется, что это вот жасмин. У меня была маска жасминовая просто этой марки, и она пахла примерно так же. Просто это пахнет еще более ярко. Знаете, у нее нет такого ощущения, когда я, то что я люблю смываю маску, и прям волосы как будто такие гладкие, восстановленные, нет. Она, видимо, очень глубоко проникает в волосы. Ее не чувствуешь абсолютно на волосах. Даже непонятно, смыл это ее или нет, потому что она впитывается. Но мои волосы, вот я говорила уже за последнее время, вот у меня был бриогео, был уход. Но этот уход, конечно, переплыл, потому что волосы стали нормальными, живыми, не такими сухими, как были до этого. Не знаю, видно вам или нет, но я просыпаюсь утром, и знаете, когда спишь на подушке, вот здесь особенно у меня волосы вообще какие-то просто... Как где-то, где я делаю такую картинку, во что мы покупаем шампуни с наиболее оскорбляющими наши волосы и надписями, когда написано, фу, какие волосы ужасные, просто уродские, ублюдские. Вот примерно такое у меня, такие волосы были. И вот здесь у меня просто действительно уродские волосы. Бывает, когда я сплю, когда я просыпаюсь после этой маски, этого нет. Это, я не знаю, как это называть. Супер. Супер-супер-супер вот так. В общем, эта маска мне безумно понравилась. Я ее могу рекомендовать, да, могу рекомендовать. Не знаю, может быть, вы купите, и вам она никак не поможет, и вы будете говорить, зачем это Марина посоветовала, но мне она помогла. Просто вот лучше всех. Хочется говорить мне, просто, знаете, она лучше всех, она самая крутая, она самая лучшая. Больше даже ничего не хочу говорить. Дальше. Перейдем теперь от этой маски к ампулам из Леонора Грейла. Я их тоже купила. Я уже их покупала, я вам про них рассказывала. Это комплекс энергетический от выпадения волос. Волосы у меня уже не выпадают, но я купила в качестве профилактики. Раньше, когда у меня сильно выпадали волосы, я наносила каждый день. А сейчас я наношу через два дня, вот так примерно. Может быть, потом я начну через недельку, где-то вот так. Я уже их показывала, вот так они выглядят. Смотрите. Вот солечка ампулы у меня есть. Чем хороши эти ампулы? Помимо того, что они действительно работают, еще они хороши тем, что они совершенно не мешают укладке. То есть вот сегодня, когда я высушила волосы, я нанесла на кожу головы, на корни эти ампулы. Они очень легко, кстати, отламываются, наносятся прекрасно, не имеют какого-то запаха неприятного, даже не помню. По-моему, даже и приятного не имеют. Какие-то нейтральные. У меня были ампулы, давно я их покупала. Они были ужасными не по своему действию, но потому что они портили прическу. То есть потом невозможно никуда выйти. Волосы тут какие-то как дерюшки становились такие ужасно жесткие и некрасивые в разные стороны. А здесь совершенно не портят укладку. Это мне очень нравится. В общем, я считаю, что эти ампулы самые лучшие. Они работающие, они совершенно не мешают укладке. Что еще нужно от ампул? Я очень хочу купить еще и шампунь от этой маски. Он тоже золотыми буквами написан. Но в наличии не было этого шампуня. Но я обязательно его приобретую и расскажу вам еще и о нем. У меня до этого было очень много чего из этой марки. Действительно очень много. Я сейчас вообще не понимаю, каким образом я это все покупала. Потому что я сейчас читаю для каких-то кудрявых волос, для жестких. Как я тогда читала? Как я подбирала себе этот уход? Не знаю. Мне тогда вообще не понравился. А сейчас, когда я купила именно то, что мне нужно, я оценила в полной мере этот уход. У меня был шампунь единственное, что в пробничке очень мне нравился. Сейчас я даже не вспомню, какой он был. Но вот когда я куплю этот шампунь, который я сейчас хочу, тоже для сухих волос, ослабленных, безжизненных, я вам тоже, конечно, о нем расскажу и покажу. Ну и еще совершенно не относящиеся к миру косметики, просто в качестве хвастовства, покажу вам Пандору. Такой бантик. И здесь у меня колечко. Колечко, знаете, какое? Практически детское. Но у меня и размер детский. 15-15,5. Это, по-моему, считается детским размером. У меня вот такое колечко. Disney. А это Никки Маус. Вот. На этот пальчик, правда, немножко большой, я надеваю отсюда. Мне так понравилось. Может быть, это как-то по-детски, но мне кажется, на моей руке это смотрится очень неплохо. Вот я такая счастливая, что у меня есть такой Микки. Вообще, Микки, мне кажется, и Мини, они нравятся всем. Вне зависимости, тебе 20 лет или 50, все его любят. И вот я тоже в этом числе. Это приятный подарок. Вообще приятно, когда я вам всем этого желаю, чтобы... Как только вы скажете, что вы чего-то хотите, у вас это появляется. Это дорогого стоит. Ну, все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok